Прямо сейчас поговорим о протестном потенциале в вузах, ну а точнее об исследовании, проведенном в институте при РУДН. У нас в гостях Евгения Пугачева, доцент Красноярского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Добрый вечер, во-первых. Как вам вообще вся эта история про исследование, как вы ее можете оценить с точки зрения информационного посыла? С точки зрения информационного посыла, мне кажется, вся эта история, во-первых, а. глупостью, б. подлостью, глупостью, потому что это явно забег впереди паровоза, потому что, ну, если говорить о протестных настроениях в студенческой среде, то здесь полная тишь и гладь, и ничего, конечно же, в этом отношении власти не угрожает. Студенчество спокойно занимается своими делами, карьерным ростом, какими-то консюмеристскими соображениями, добрыми делами различными, ну, собственно, это и все. А подлость почему? А подлость по отношению к преподавателям, потому что сейчас преподаватель в современных условиях гораздо менее защищен, чем даже средний успевающий студент. Во-первых, в условиях сокращение нагрузки, сокращение бюджетного набора, новых стандартов, которые уменьшают, соответственно, эту нагрузку, и, соответственно, и преподаватель находится в очень такой тяжелой ситуации, особенно это касается гуманитарных специальностей. Вот исследователи сейчас включили, можно сказать, заднюю, они опровергают вообще какую-либо причастность к этим исследованиям. А как вы думаете, в принципе, такое возможно в современных условиях, чтобы приехали какие-то люди в вузы и начали тестировать студентов на их протестность или лояльность? Ну, я считаю, что любые исследования имеют право на существование, но относиться к ним нужно, соответственно, как к исследованиям. Они не должны предполагать каких-то оргвыводов, но непосредственно конкретных к участникам этих исследований. Ну, а по вашему мнению, скорее уже, наверное, не как представители университетов, а как жители России нужны, в принципе, сейчас такие исследования? Я считаю, исследования нужны любые, не мне судить, какие нужны. Наверное, об этом должны делать вывод специалисты, которые их задумывают. Но я считаю, что любые исследования имеют право на существование. А вы сказали, что среди студентов чижда гладь. Ведь все-таки высшая школа – это всегда было таком место для свободы мысли. Именно оттуда созревали революционеры. Почему сейчас так происходит? Нет, ну, свобода мысли, она необходима для формирования зрелой личности и хорошего специалиста, и профессионала, в первую очередь. Речь идет о академических свободах. Речь не идет здесь о формировании каких-то революционных настроений. Это не самоцель вуза. Но самостоятельно мыслящую личность не воспитать, если запрещать ей свободно мыслить и высказывать свою точку зрения. Ну, а почему у нас студенты-то, они, вот как вы говорите, да, видимо, не очень протестные? Почему они не боятся высказывать свою точку зрения? Как мне кажется, это подтверждает и многочисленные исследования, и мои личные ощущения. То есть революционных настроений? Да, высказать свою точку зрения – это одно. Понимая, что это не повлечет никакой опасности ни для тебя, а не для каких-то твоих коллег. Ну и совсем другое дело, что-то большее, что предполагается, те выводы, которые предполагают делать данные исследователи, от которых они, как я понимаю, уже открестились. А вот относительно, как говорилось в исследовании, пропаганды антигосударственных идей среди профессоров, педагогов, вы что можете по этому поводу сказать? Ну, я не знаю, что имели в виду конкретные авторы этих исследований. Понимаете, вот из тех небольших сообщений, которые поступали на этот счет, не конкретизирован этот вопрос. Ну, насколько я знаю. Но об своем опыту вы что можете сказать? Ну, я не сталкивалась с такого рода проявлениями. Среди профессорско-преподавательского состава, ну, собственно, и крайне редко среди студенческих. Вы, кстати, одна из немногих, кто согласились к нам прийти на эфир, на эту тему. А ничего удивительного тоже в этом нет, потому что я уже сказала, что преподаватель на сегодня, к сожалению, наименее защищенная часть общества. Гораздо менее защищен, чем студент. Ну что ж, спасибо большое. Напомню, у нас в гостях была Евгения Пугачева, доцент Красноярского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.